всем привет сегодня у нас снова тема микроволновок притащил сегодня вот такой lg она кнопочная русифицированная причем смотрите обратите внимание пожелтела дверь пластиковая облицовка двери а пластиковая панель управления не пожелтела вот как то вроде бы иди должен быть одинаковая пластика так вот я такого еще не видел у меня тоже микроволновка lg на кухне стоит только она с крутилками у нее вот так вот пожелтели крутилки а дверцы и панель белые данная микроволновка можно так сказать спасена от свалки кстати из 3 из тех трех самсунгов остался один вот этот вот старый в котором не было трансформатора я поставил трансформатор от одной и все она заработала причем оказалось что вот этот samsung 96 года то есть она старше даже меня более чем на год по моему она лета 96 я в 97 декабре родился она заработала как бы все чуть не хорошо она даже не громыхает несмотря на свой возраст а вот то 2011 года громыхала у нее отсыпается эмаль только на 2 и получается в самой вот этой вот на самом кожухе все нормально 96 год я ту жесткой щеткой помыл у нее весь потолок отвалился кстати то продано и получается та которая была без двери я с нее все поснимал трансформатор вот здесь внутри короче я продал за 600 рублей в ту облесшую запчастями от от 2 3 запчастями от 2 у меня осталась одна которую надо или вернуть за денежку тому кто мне и отдал ну или куда-нибудь и реализовать еще в гараже стоит вонючая про тараканин и lg с конвекцией с грилем огромное кстати которую нужно попробовать почистить так она рабочая я уже проверил но она очень грязная вы не представляете насколько это та которая мне с кондиционером и с телевизором sony досталось летом если кто помнит и вот это ее я купил как бы это не было грустно за 500 рублей это это получается я купил и по цене не рабочих микроволновок хотя купил металлиста почему за столько он опирается на то что металл сейчас дорогой что сейчас килограмм меди стоит 500 рублей здесь меди может и не быть но типа здесь чермет корпус трансформатор если его раздербанить коса проводки ну короче ну типа если именно все дербанить не только цветные металлы вообще все то провод кстати очень толстый эта печка не дошла до помойки у нас тут недалеко есть детский сад у которого можно так сказать сейчас идет реновация то есть они снесли забор они что-то там раздалбывают выбрасывают или строится короче будут и вот он как он сказал в газели в кузове валялась вот эта печка и кинескопные мониторы два штуки и он их прихабарил себе ну мониторы разбомбил на медь принципе я не против а вот микроволновку мне и так это lg давайте посмотрим внешний вид сзади вот ее модель к сожалению не удалось найти год мне очень интересно какого она года все-таки будет все на русском языке состояние состояние у очень интересно если посмотреть на верхний кожух то он блестит он чистый знаете о чем это вот кто скажет и чё ну чистый а это она говорит о том что она не с кухни и да как еще определить вот смотрите вот у нас боковая сторона вот чистый бачок а вот вверх то же самое чистая на ощупь одинаковые поверхности когда микроволновка стоит на кухне дома обязательно как бы часто вы ее не чистили у вас будет скапливаться жир наверху и например трогаем бог вот он такой классный новый весь гладенький трогаем вверх он заматованной это не заматованность это не от того что типа ее все до дыр протерли это слой жира который нужно стереть по-хорошему ну мне неприятно когда вот в жиру то есть если кто-то находит на помойках печки он их только снутри чистит или вообще не чистит продает то я чищу все и внутри и снаружи потому что мне самому так приятнее даже проверять ее трогать ее я как у меня какой-то слабовидящего человека осязание сильнее развиты наверное все таки чем у других и меня вот вот например вот было будь она в жиру меня это бесит вот я рукой провожу она чистая на вся чистая снаружи и это не может меня не радовать это мне говорит о том что действительно она с детского сада ну еще об этом нам скажет инвентарный номер вот он я я а я сначала буду типа бля неужели кто-то неужели кто-то типа сам из сотрудников купил себе типа пользуюсь нет все-таки она была на балансе и ее выбросили списали типа хорошо что тут огромные надписи списан нету так она нас сенсорная я ее включал панель у нее работает да и сразу скажу она рабочая гриль я у нее не проверял да она кстати с грилем а свч работает то есть ее выбросили рабочую я по ним понятно что стройка или ремонт это дело такое затратное но блять выбрасывать целые микроволновки новые ребята хуели а то всю кризис денег ни у кого нету они печки выбрасывают блять ладно там еще кинескопные мониторы они практически никому не нужны кроме металлистов но микроволновки это же ходовой блин товар такая печка ну два косаря отлетит со свистом нет выкинули или типа ну может конечно не до этого но блять два косаря вот вот два косаря на дороге валялись в прицепе точнее в кузове так открываемые открывается она вот тут и мы видим тут она белая и так не пугайтесь и коплер и круг и тарелка это все есть то есть настолько похуй что все оставили вообще мне она даже она меня радует это печка тем что она она нет нет домашнего использования и вот она этим самым необычно то есть она чистая снаружи он из нее ничего не украли так давайте заценим состояние внутри следу я снял блестит вот зараза блестит а снизу снизу грязная снизу блестит это все надо вымыть интересно это въевшийся жир это желтизна она уйдет или нет так самое важное для меня смотрим на потолок блестит ее ваш мать он хоть и грязный забрызганы там заляпаны но он еще не шершавый и не знаю на камеру видно или нет но потолок не матовый блестит как и задняя сторона она просто грязная интересно я вообще мыли хоть раз просто обычно когда микроволновки часто моют у них матуются потолок а вот и вот эти все стенки это я знаю потому что я свое отмывал от попкорна потому что попкорн для микроволновок это страшная сила для самих микроволновок что их потом мыть приходится здесь даже у нас сказать наклейка еще есть для приготовления так нее есть одна проблема вот если бы не эта проблема я бы поставил ее в качестве основной вместо механической lg которая стоит у меня но у нее вот что вот эта пленка кто не знает смотрите вот я дверь уже отмыл я 2 разбирал дверь чтобы все вымыть царите пленка она ну вот так вот протелась то что-то пленка но блин состоянии очень хороший никаких въевшихся брызг ничего не облезла она вся целка у нее ничего не облезла только вот кто-то я закосячил вот так вот либо что-то близко к дверце поставили она так нагрелась что проплавила пленку что скорее всего не знаю или что-то металлическое или еще как но вся проблема в том что на вот этом стекле была копоть такая черная копоть ну как от огня которая портила всю картину весь вид и конечно мне пришлось разбирать дверь вообще как разбирается двери микроволновках отщелкивается вот эта пластмасса плоской отверткой поддеваете и ну потихонечку ее отщелкиваете снялась она нормально и далее есть получают и далее сама морда защелкнута на вот эту внутреннюю железную саму сам каркас двери сама вот эту сетку и при съеме передней панели я сломал две или три защелки я насчитал выломанных две снизу и может одна еще сверху были было остались с боков защелки то есть две тут две сверху остались две снизу сломаны но может еще 3 какая-то сломанная было я не помню и вообще 4 может должно быть тут три и тут три а тут сейчас нет ни одной тут есть две но при обратной сборке в принципе все защелкнулась и ничего не люфтит как бы все нормально дверь закрывается зазоров лишних не появилось и как бы все-таки промывка прошла успешно но блин вот это вот там кстати влага есть поэтому сейчас она как-то выглядит не очень вот этот парагарчик блять если б не он я бы ее оставил но в виде уже как-то не хочется я думаю надо как-то эту сетку чем-то закрасить заизолировать заклеить какой-нибудь пленкой ногу или не надо какая-то это термопленка если можно защитную пленку от телефона наклеить вообще какую-нибудь для экрана или так оставить но там внутри короче было копоть дверь нужно было разбирать кстати оказывается чтобы дверь снять с корпуса ее как раз таки и нужно разобрать то есть она просто навешана как межкомнатные двери то есть так вот так и чтобы ее поднять нужно ее приподнять и она снимается чтобы она приподнялась нужно снимать рамку кожух наружный как я уже сказал печка работает единственное что немножко гремит уже моторчик и давайте посмотрим на следу этой печки минимум лет десять судя по отзывам отзывы о этой модели были написаны в промежутке с 2008 по 2014 и давайте посмотрим на следу к сожалению я не сразу сообразил как ее снимать то есть тут у нас снизу за цепы здесь и я ее сломал вот так вот сожалению но что мы видим она хоть и в жиру но она даже и не думала прогорать то есть ее вообще не надо было снимать и под ней все было чисто нужно просто снаружи протереть но в принципе и в целях профилактики и раз уж снял поменяю вырежу новую есть из чего и это кстати очевидно что это родная слюда потому что покупная которыми она чуть-чуть отличается то есть это такая гладенькая а у покупной у нее такая фактура есть своеобразная то есть вот 10 лет и ничего не прогорало хотя она грязная видимо не до такой степени то есть она не особо брызгалась но непонятно все равно мы ли или нет может пользовались мало но блин рабочие это наверное вторая полностью рабочая микроволновка с помойки хотя мы не совсем с помойки всем полностью рабочие полностью комплектная вот первая была супра которая была новая которую один раз использовали свои коробки которые за три косаря продал я думаю эту микроволновку также можно отмыть мы тоже тысячи за три причем-то она была без гриля состоянии новый эту отмыть она тоже будет не считая вот этого она внутри будет как новый то что не отличная эмаль и у нее еще гриль есть и она еще не не самая маленькая например у меня и лучше меньше я думаю она будет стоить 3 рубля а вы как считаете у вас тоже есть свое мнение как говорится на одном канале ну и сюда будет поменена это возвращать не буду потому что она жестко держаться уже не будет главное аккуратно вырезать чтобы точно залезла включайте и не буду такое видео кстати у меня еще одна элджи угодно полгода назад была тоже с грилем и кстати провод у нее прям толстый 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 на моей элджи провод вдвое тоньше нет не вдвое в полтора раза на этом самсунге девяносто шестого года провод вот такой в полтора раза тоньше тут такой шланг ну понятно потому что она рассчитана на работу в комбо режиме одновременно и свч и гриль они раздельно жрут киловатт и киловатт 200 вот и потребление до 2 2 2 и 2 киловатта короче она кушает в комбо режиме нормально такая сегодня была микроволновку даже наклейка сохранилась ну-ка чё они тут пишут верхняя часть печи станет горячим во время работы гриля понятно то есть все таки от гриля верхняя часть сильно греется потому что у меня без гриля я не шарю за эту фигню а то у меня есть элджи вот как раз про таракане на и у нее на уровне гриля пятно коричневая как будто ты что-то горела не тут а там точнее походу и вправду что-то горела на ней раз раз такая пугающая наклейка вот такой обзор а главное что в нее не надо доискивать тарелку еще что-то все есть